Мы едем на Дамаск Мы едем на Дамаск И сейчас очень такая большая пробка И вот ходят Асадиты здесь В пробке И просят довезти Либо там еды, либо воды То есть режим Асада рухнул А вот эти бедолаги, они остались Что есть, Мак? Это шады Он из Дамаска Его зовут Шады Ребята служили в армии Башара Асада Кто там, Амрак? 15 лет Вот этим 25 лет Кто там, Амрак? 18 лет 18 лет ему Вот солдат-срочник Амрак, амрак Амрак, амрак Ну вот так он говорит Меня заставляли И так далее Он говорит, хочу вернуться к семье И все, короче Ну, что вы будете делать? Я хочу сказать, что вы будете делать И сейчас мы не можем ему помочь Ну, можем воды дать Что-то дать И все Домой вернуться к семьям А эту трудность они, ну, я думаю, переживут их Башар еще хуже унижением подвергал Поэтому они, в принципе, как бы радостно Им до дома бы добраться Всем доброе утро Из Дамаска Из столицы Сирии Что это может значить? А это может значить то, что Аль-Хамдули-Лях Сейчас вся территория Сирии Освобождена От режима Асада Асад покинул территорию Сирии Сам сбежал Вот Народ радостный Празднует Вчера, да и позднего вечера Все праздновали Выходили на улицу Мы приехали поздно ночью И сейчас катаемся Вот утром по городу Дамаск Это очень радостная новость Ее мы все очень-очень сильно ждали И не только здесь находящиеся, да Там, амуджагеды, мухаджеры Там, местное население Которые хотели вернуться в свои дома Ну, и те, кто за пределами, да Нас поддерживали И понимали, что здесь происходит По факту Сирия освобождена Аль-Хамду-Лля И Субханаллах Мы столько лет, да Потратили На то Чтобы освободить Эти территории Вот этого Диктаторского режима Столько лет было подготовки Да, все это прошло там Буквально за какие-то считанные дни Там Не прошло и пару недель Грубо говоря Как Был взят Алеппо Потом Хама Холмс И теперь вот Дамаск Также Тартус Россия Забрала Свои Ракеты Самолеты Вертолеты Корабли Свои там С-400 Что у них было Да, погрузила И Уплыла с Тартуса Также Аэропорт Хмеймим Был освобожден Русскими Ну Просто они ушли Они поняли Что уже Сопротивляться Тут бесполезно Режим Так или иначе Пойдет И сейчас Народ Сирии Освободился От Диктаторского режима От Поколения Хафизасада Башарасада От То есть Это как Выросло Несколько поколений Под Этим режимом На самом деле Людей сейчас Отучить Вот от этого Режима То есть Вот Так сказать От вот этого Шока Да От этой привычки Подчиняться режиму Постоянно На голове Там Носить ботинок Постоянное унижение Постоянные тюрьмы Постоянные пытки Это будет Очень Нелегкий И Скорее всего Долгий процесс То есть Вернуть этих людей После вот этого Диктаторского режима К нормальной жизни К нормальному пониманию Обычного Свободного человека Нормального Да Так сказать К фитре К естеству Будет Еще и нелегко Сейчас Да Сирия Вся празднует Все люди празднуют Но Еще И Есть еще Одна новость Я не знаю Мы успеем туда Доехать или нет В тюрьмах Башара Асада По некоторым Данным Около Миллиона Заключенных Политических Там Ну Всякого рода Но в основном Тех Кто против режима Политических Они сидят там Пожизненно Люди не знают Их родственники Не знают Где они Как они Что с ними Просто Человека забрали И все Кто такой Был режим Вот этот Низам Башара Асада Все танки Все самолеты Все вот эти вот Аскари Да Как называется Военные Да Вся полиция Тысячи танков Были настроены Только на то Чтобы Один Невменяемый человек Парадословный Со своего отца Удерживал здесь Власть То есть эти танки Не были там На расширение Границ Направлены На каких-то Внешние там Стратегические Геополитические Интересы Сирии Либо там Защита от Какого-то Внешнего врага Нет Только внутри Только угнетение Своего народа Только на это Было рассчитано Столько танков Столько Оружия Столько военных Которые только Тем и занимались Что угнетали Свой народ И приучали Поклоняться Башару Асаду В прямом смысле Поклоняться То есть Есть в школах Специальные Да там Фотографии Там надписи Где заставляют Целовать Поклоняться Именно Башару Асаду Мы еще это покажем В следующих роликах Это наш Так скажем Первый Такой Быстрый Экскурс По Освобожденным Территориям Но Инчаллах Мы в каждом городе Постараемся Снять более Развернутые Видео Которые Покажут вам Со всех сторон Сирию Свободную Сирию Инчаллах И как это все Поменяется Инчаллах Сейчас мы Прокатимся Пару Достопримечательностей Посмотрим Посмотрим город И потом Поедем Следующим городом Наверное У нас будет Тартус Достопримечательностей да субханаллах ну вот так вот дамаск освобожден сирия свободно но еще предстоит много работы по налаживанию инфраструктуры про наведению порядка наведению безопасности для этого народа на самом деле работа можно сказать только еще начинается так на этом наш визит в дамаск закончился сначала это наш первый первый визит но не последний начала вот что хочу вам сказать не отчаивайтесь в милости аллаха проявляйте терпение будьте стойкими и повинуйтесь приказом аллаха и все будет на самом деле Продолжение следует...